всем привет зрители и подписчики канала на ютубе что у нас сегодня суббота да вот выходной день у кого-то нет так время уже без 15 10 я всех разбудился как обычно в девять часов пришел людей минут пять десятого сработает ну вот да так более-менее нормально отработали вот я разбудил по делу заня тишина в атлет тишина и так ну что привет всем привет иллюшкин иллюшкин топчет бублик всем привет будешь говорить всем с бубликом всем владик здесь у нас уже конструируется с пластином струирует уже что-то машину делаешь да ну это у меня грузовик ну короче грузовик что илья илья ходит с этим а он ням ням хочет вот да хочу поздравить садя с прошедшим праздником днем выпускника который вчера был как-то и запамятовал вчера был день выпускника всех выпускников кто смотрит наши влоги ролики всех с прошедшим праздником как там говорится путевку в жизнь да все будет это такой как м-м-м взрослую жизнь типа такого короче всех с праздником прошедшим вот потому что я вчера на работу шел да вот два каба два кабаих ресторана у нас и все были ну выпускники забиты были вот здесь вот местушка была и столовая это Елена просто я как-то ну как-то попадает не знаю только попадает последника будет да вот неделю я вообще никого не видела не было и вчера по три литра были выпускные баллы ну я знаю наталы паруса вот были и кремле тебя что тебя что ням ням ты все ням ням кая сейчас мамка там подогреет вот пришел сработка лишь нормально погодка кстати с утра что на 5 утра такое солнце было огненно такое прохладно но сейчас от этого солнца ничего не осталось облачно все и так вот затянуто не знаю ну тепло так более менее на улечку каркар там да каркар воронки там да да провороны вот короче что-то хотел я сказать вам а насчет вот тоже если кто-то знает кто-то смотрит из юристов прямо то узнает по законам насчет отпусков я нахожусь как я уже говорил в отпуске по уходу за ребенком да за ильей и работаю сейчас какой-то ввели новый закон поправки к закону то что нельзя будет получается два разного как бы в отпуск ходить в отпуске да да типа такого в отпуске ходить в отпуске то есть либо только за свой счет либо ты без денег просто сидишь ну и работаешь так короче так раньше я мог в том году с Илюшей был я в отпуске то есть у меня получились выпускные ну в этом часть ну может быть кто-то не знал просто написано сказали что с января вроде закон сделал я уже был да у меня и плюс еще там есть нюансы есть чернобыльские зоны там есть вредное предприятие как тоже кажется ко мне относится вредность несколько дней и вот ну чернобыльская диспетчера гуляет ну просто на что как вот если кто знает как этот закон влияет скольки там лет со скольки лет если можете там напишите либо вконтакте там либо в комментариях просто напишите под этим видео просто мне интересно знать потому что у нас на работе тут тоже такие случаи что но тут тоже вроде да потому что ну не знаю танец ром ты это сидишь за трех лет по идее как бы по идее с полутора лет ты имеешь полное право выйти на работу в общем да 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 то что вот нити нюансы короче если кто это знает естественно пожалуйста напишите в это просто сейчас нет время просто попали на выходные дни и потом татьяна сейчас получается в больницу неизвестного надо поставить не то что в защите когда татьяна ходила толком нам не объяснили ничего вот там что-то жарится есть такой закон там везде просто поправки к этому закону да по подпускам вот находится работающим не знаю или что пожалуйста не надо открывать не надо вот так что пожалуйста напишите если есть такая возможность если вы об этом знаете что то напишите вот потому что у нас на заводе вроде вчера ребята уже ходили сказать все вам никаких спусках вообще ничего забудьте все это то же самое одного там пока ребенок родился а у другого примерно как у меня уже два года примерно возраста то есть еще получается как бы с полутора до трех сейчас уже как бы переоформлен человек как бы сидит в отпуске просто интересно узнать бы прошу мнение и стоит ли опираться на какие-то законы действительно если они есть вот здесь морковка а чё на желтая морковка красный морковка бывает желтая не бывает а я что я ну я хотел желтым понятно так илья а ты тебе не надо то лезь извини меня да сейчас будет ням ням бери ка свой бублик и кушай пока перекус если ты хочешь так быстро кушать вот не втерпешь тема было подождать надо обязательно чтобы пелье постоянно либо печенье либо с утра либо что-то аппетит сельты бед сейчас будет сидеть полчаса кушать что мама сделала этому да 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 что да вот принципе такое наше утро я естественно так суббота такое 21 до 21 вару сейчас отдыхать быстренько помоюсь приду себе порядок поближе пойдет отдыхать на работу мне еще две ночи заработать а потом понедельник что-то показываешь пальчики что там ну ладно с вами будет татьяна практически весь день и так мы серёжа уже пошел спать что-то опять нас ролик никак не может выйти что-то вообще непонятно творится с ютубом то ли у нас интернет что-то тупит то ли на ютубе что непонятное вообще он плюнул на это дело и сказал от вечера буду выгружать уже не вот сейчас он пошел уже лег спать я разговаривала с сестрой по скайпу поэтому долго там тоже долго не получилось не снимала сейчас помощник мне ходит сейчас быстренько подмету зал и буду кладут тележинку спать время уже час дня это то что просто тут просто рассыпали хоть что надо подмести вот лавик все нет лавик с ним читал книжку сейчас дальше вот так вот так она стать машина это продукты это столики просто я я уже построил сделать покупателей только я еще столики илюша ходит с веником помогать на ютубе дай дай лишь пометает маме ходит вот а ларь должен читал такую книжку ну да читал картинки на смотрел животных каких он не знает энциклопедия дошкольника кстати очень интересная книжка по-моему ты куда положил мне веник это нам еще бабушка моя моя мама покупала давай дарила тебе по-моему да еще мама моя дарила и вот заброжевая давно уже а баба да баба вот такая хорошая книжка очень интересная кстати и и так читать и читать там всяких животных очень много которых даже я не знаю ну да да сейчас я подмету сейчас я покажу вам делаю вопрос сейчас я покажу сейчас я покажу вам потише нет но это не то для нас мы все знаем как алкоголь если вопрос задавал про кого илья подожди нерви книжки не игрушка тебе более такие книжки хорошие буквы такие дорогие хорошей подожди сейчас я вас найдет какой-то вот это вот животное честно я даже не знала ну ладик потише вы же меня сбиваете камеру даже называется броненосец так все будем заниматься делами ложиться отдыхать далее так мы проснулись точнее илюша не дал никому полежать отдыхнуть заснул полторого вроде бы ничего тут как бы заснул нормально я там только дела там по мелочи поделала легла и полтретья он уже проснулся все я его качала качала и качала и что угодно и качаю никакую он больше спать не захотел сидит ну что ты тут проделала чаевник да чаевник илья да ты можешь так делать все поразлил штаны все мокрые да твои хочу открывает чуть-чуть мы сейчас будем обед Маэнд wenn Щи будем кушать? Ты мокрый? Да. А почему ты мокрый? Обрился весь? Ага. Ага. Деловой это тоже чересчур, Илья. Да? Да. Но я так и поняла, что слишком чересчур делал. Аккуратно все надо делать. Поэтому и мокрый, что все бегом скорее. Да? Вот. Сейчас буду кормить их щами, наверное, вчерашние, как-то вчера варила. И, и, не знаю, пойдем, наверное, на улицу. Щи, 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 щи. Ну, щи, конечно, щи будет. А если передашь? Да. Погода какая-то, знаете, непонятная. Сейчас я вам покажу. Ну, постирала машинку. У меня белье развесило на балконе. Вот. Как бы, не знаю, такая вот погода вся вроде бы и гражданет. Но в то же время на небо затянуто тучками. И, как бы, не знаю, пойдет, дождь не пойдет. Идти на улицу, не идти. На улицу, по крайней мере, тепло, конечно, сегодня. А сколько у нас наградусник показывает? Двадцать градусов наградусники сейчас. Ну, там, может быть, ну, двадцать, хороших, что точно есть. Вот. Ладно, потом мы обедать. И будем думать дальше, что делать. Детки уже покушали. Я решила сделать салатика. Вот такой вот огурчик помидор. Ой. Огурчик, лучок, яичко. Еще два яичка довариваются. Не хватило мне немножко. Вот. И рукол, как мы делали уже. Еще тут было заправим майонезиком и будем кушать. Вот. Погода у нас так и не наладилась, но и дождь у нас тоже не пошел. Вот. Такая, как она была такая же облачная, так она и есть. Сейчас сделаю салатик. Наверное, ты тоже проснется, Сережа, что же тоже, наверное, кушать хочет уже. Вы-то что делаете, друзья? Ой, что ты любишься. Ну, пускай сидит, если не хочешь, на хорке сидит. Чего ты вот так киваешь? Пускай сиди, значит. Сиди, косуйся. Вот так. Все, посадила, правильно идти, пускай сидит. Что, вставать будешь? А что ты засадился? Мм? Надевай в штаны. А что ты засадился на хоршок деловой? Не знаю. Я тоже не подписывала. Не подписывала. А, маленький. Ты чё тебе? Ну, иди, зырее, ладно. Вот, Илюша бегает, носится, да? Малик за ним смотрит. Короче, не знаю, сейчас, если я сидела, как я поделала, и дождь не пойдет, то пойдем сходим на улицу. Короче, все равно, в любом случае, выйти надо, потому что дома сидеть тоже невозможно. А-а-а-а! Да, на улицу хочешь? Да. Ну, посмотрим, если дождь, то пойдем, может, сходим. Телефер все выключить? Ага. Когда ты все успеваешь, только. Прошай, только что работал. Всем привет! Сколько можно взорваться? Ну, я люблю. Ну, не надо все разорваться. Разорваться тоже красиво. Вот. Слез, слез отсюда, отошли отсюда. Илюша, не надо. Ладно, ладно, подходите отсюда, просто вообще отошли к своему месту. Видите свои причиндалы? Да, Илюша? Да, Илюша сходит с ума. Так, пошла вот мне этот салатик. Илья, нельзя так делать. Перекоркнешься, и все. Пойдем на салатик, и будем дальше думать, что делать. Куда пролез? Итак, мы вышли на улицу уже гулять. Позделала салатик, проснулся Сережа, его покормили. И сейчас мы вышли на улицу. Сейчас на улице плюс 22 градуса. Негут показывают на аптеке. Как бы, ну, такой ветерчик, все равно, прохладненький есть. Поэтому особо без кобесковочки не выйдешь на улечку. Сережа там сейчас выкладывает видео, которое у нас так не выгрузилось. Мы сейчас зайдем в аптеку, купим мазь мне для пальцев. Что-то вообще никак палец мой не сходит. Как салатился, так никак не может пройти. Дедушке тоже таблетки. Дедушка просил, ну, мой папа, Сережа, на работу ему повезет таблетки. Да, папа той повезет таблетки. И у нас идет вот такая вот туча. Вот такая вот. Вот оттуда она, во-первых, огромная, просто. Смотрит, что у нее просто громадная. Ляля, да, нарисована. Синяя. И, кстати, передает это все... Или не передается на камеру, но она ужасно синяя, ужасно большая. Ляля. Ляля. Ляля нарисована, да, Ляля. Вот Илюшка наш, да? И дедушке лекарства, да? Ты сам поднимешься? Да. Вот так мы молодцы, сами будем подниматься, да? Аккуратно, держись. Держись. Так, ну-ка что, увидимся уже в парке. Ну что, уже вечереет, вернее, ну-ка вечереет, ну, 9 суток уже, посчитайте, 10 минут до 8, считайте. Вот, Татьяна буквально с ребятками минут 20 назад пошли прогуливаться. Пировали, пировали, потому что Илюшка еще не мало, поспал. Вот. Я, в принципе, нормально выспался. Не считаю того момента, когда Илюшка проснулся, и вот, и... Как обычно, звал всех. Вот. И, получается, Татьяна пришла, дали мне так больше, что она его не уважила. Вот. Погода крутит, вертит. Из-за этого вот так сегодня Илюшка у меня вырубился и проснулся буквально на... Ну, 26-го, 15-го, пока обедали. Ну, вернее, я пообедал. Вот. Сейчас уже собираюсь на работу, приготавливаюсь. Вот, выкладываю влог, конечно, проблема, я не знаю почему. Вечером и то кое-как, вот сейчас, я не знаю даже. Смотрю сейчас и то почему-то опять подзавис. Смотрите. 78%, то есть 17 минут, по-моему, уже висит. Если не изменяет память. Минут, наверное, 5. Днем, это вот просто вот с утра, когда я все это смонтировал, невозможно выложить, потому что вроде подряд, я не знаю. В общем, отдачи практически никакой. Связано, может, сетью, что-то не то. Это, конечно, премиологично, так что возможности я буду выкладывать, наверное, вечером, пока вот сегодня по полшестого, вот такая вот скорость. Потому что утром сидеть невыносимо, я говорю, это и никто никому не залезет никуда в интернет, просто-напросто больше. В общем, такие вот дела. Не знаю, с чем это связано, но, в принципе, не знаю. Вот даже сегодня вчерашний влог, он небольшой, в принципе, 25 минут, поменьше. С равно вот укладывается это вообще очень долго, не знаю, еще выложится он или нет, потому что это еще только загрузка, то есть еще и обработка. Я, наверное, буду на работу, врачи сейчас, я не знаю, выложится он или не выложится. Так что, извиняйте, если что, то это не наша вина, в принципе, что поделать. Вот, что еще? Погода синеет с одной стороны, вот, с другой стороны, вроде как солнышко, ну не знаю. Вот так вроде нормально, так вот. Ветра сильного нет, то пошли по воде, идите хоть часочек, полтора пройдитесь, в пылюшках хоть. Вот, кто будет опять капризничать, туда-сюда вечер. Вот, Владик тут, наверное, уже показывал, Татьяна, все тут поделки свои лепит, какие-то башни, крепости из пластилина. Вот, ладно, пусть крепит. Вот, осталось уже 18 минут, вот так-то. Так что еду уже опять на прибыль, не знаю, с чем это связано. Скользь, это вообще проблема, буквально сейчас трех дней уже. Вот, ну что, в принципе, вот такие дела. Заро, воскресенье, сегодня суббота. Так, вот, выходные дни, конечно. Так, поработать по 5-дневному графику. Отдыхайте. Наслаждайтесь выходными днями. Пока, не сильными такими дождями. Хотя, по прогнозу, погода, говорю. До следующего червя я смотрел, у нас плюс 15, 16, 17, кратковременные. Так что, такого тепла сильного нет. Ну, дай бог, чтобы хотя бы даже такая вот погода, говорю. Без дождей, просто солнышко. Это итог будет нормальный, в принципе, я считаю. Ну что, подписывайся на канал, оставляем комментарии. В принципе, я вам сегодня говорил с самого начала. Значит, по поводу закона дата об отпуске. Если кто знает об этом, конечно, пишите. В принципе, можете, ну, везде. Пишите, если кто это об этом действительно знает. Чтобы было на что ориентироваться. Вот. Подписывайтесь на канал. Всем до встречи, всем пока. Ставим лайки, дизлайки. Увидимся. С Ладиком катается, да? Кач-качка. А я подтолкну, Илюшечка. Качается, Илюшка, просто. Да, Илюшенька? Да, вот так, Илюшечка. А там такая же, Илюшечка, там ничем не отличается она. Там такая же, кач-кач, Ладик с Илюшей. Да, не цепных. Пока никого нету, скажи. Нам, тетя, разошли. Да, чуть-чуточку покачаться. А то Илюшечка оторвался, рвался. Интересно, как детки катались, да? И наконец-то он оторвал. Ага, оторвался, скажи так, за цепных. Вот так. Скажи-ка, только коленку. Меня не убьет. Не убьем у тебя, не переживай. Пойдемте, сейчас к бабушке сходим, да? И чеку бабушки возьмем, да? Куда ветерок прохладный поднялся. Она ищет. Опа. 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 Тебе нравится, да? Ох, как ты Илюша. Бабах. Бабах. Да, сейчас пойдем к бабушке. Пропустил бы. Опа. Смотри, ты он туда вылетает, видишь? Опа нравится Илюша, да? Когда его Владик толкает. А я тоже туда вылетел. А вы вылетаете оба. Молодцы. Так, все, мама. Тебе будет сейчас держать. Мы пришли домой уже. Коу-у подъезда встретили Сережу. Отдали ему таблетки для моего папы. Вот. Как бы проводили его. Детки поцеловали. Так, тихо-тихо сидите, играйтесь. Вот. Сейчас я буду готовить кушать нам на ужин. Время почти 9 часов. Правда, уже, как обычно, поздновато. Но мы пока приходим. Пока, естественно, разденемся, руки и ноги помоем. Переоденемся. Уже и время. Вот. Детки сейчас сидят, играются. Да? Да. Друг друг другу катают, да? Давай катай Илюшку. Да, вот так вот Илюша катает Ладику. А Владик Илюшки, да? Вот, правильно. И без всяких бессинь, без всяких криков и оров. Надо сидеть спокойно, играться. Не орать на языке, как вы обычно это делаете. Киска наша вынюхивает, ходит, да? Поесть. Мяу. Мяу, не там положено, киски есть. Да, скажем, а мы играем. Сейчас пойдем ужинать, а готовиться ко сну ложиться уже. Что-то я опять подустала. Ну, тоже подустала, потому что Илюша толком не спал сегодня днем, естественно. Кстати, пока мы гуляли на улице, прошелся небольшой дождик, но он был такой... Маленький. Маленький, да. Мы зашли пятерочку в магазин. Пока мы там побыли, считай, он покапал такой, вот такой, такой, такой непонятный. Вот, прям буквально там пять-семь минут, наверное, даже Сережа не стал белье с волокон от него снял, только вот такие, которые там висели с краю, с краю туда-оттуда. Вот, это сюда даже не попадало, только даже вообще. Вот такое вот у нас сейчас небо, но при этом светит солнышко. Садитесь нормально. Вот. Пошла я пока готовить, кушать, разогревать, да, деткам? Будем ужинать, ложиться... С батюшки. Да, готовиться ко сну, ложиться с батюшки. Увидимся уже перед сном. Итак, мы уже покушали, деток покормила, сама по их перекусила, так, помылись, они приготовились ко сну у меня. Как бы ножки, ручки все помыли, умылись, почистили зубки. Сейчас будем ложиться с батюшки. Завтра у нас воскресенье, завтра мы снимать не будем, потому что завтра много дел у меня. Завтра буду готовиться, помаленечку сумочку в роддом готовить. То, что надо мне, то, что надо ребеночку. Как бы тут надо навести порядок в некоторых вещах, чтобы Сережа там и мама не путались, что когда одевать. Вот, конечно, надеюсь, что понедельник... Папа! Папа, наработки, да. Надеюсь, понедельник еще я, может быть, вечером приеду домой, потому что, как бы, у нас, не знаю, как в других роддомах, у нас в городе отпускают. Как бы, кто не сильно, ну, как бы, кому не уже совсем рожать, как бы, и там без болей, отпускают на ночь домой. Вот. С дедушкой на работе, да, папа. Вот. Поэтому, скорее всего, я очень сильно надеюсь, что я буду еще ходить нормально, это понедельник, как бы, поэтому, может быть, отпустят домой на ночь. Поэтому мы бы снимем влог в понедельник, когда я пойду в роддом, как бы, что-нибудь попробую там снять. Вот. Поэтому даже, честно, даже не верится, что уже все надо ложиться. как-то даже не по себе внутри. Ну, что, будем прощаться. Всем приятного просмотра, хорошего настроения. Всем пока. Давай. Всем пока. Всем спокойной ночи. Да, и всем спокойной ночи. Илюша, а что там сидишь, присел так хорошо? Что ты там делаешь? Илюш. Пока. Как ты хочешь пока? Ну-ка, скажи хорошо, пока. Пока. Вот вы, Бражуля, каждый день что-нибудь свое придумаете, да? Ну, повернись к себе лицом, скажи пока. Пока. Вот так мы уображаем. Ну все, всем пока.